Дорогие друзья, мы подходим к заключительному этапу, возьмем все наши запчасти оставшиеся и начнем постепенно сюда их с помощью геля крепить, то есть смазывать гелем, запекать, смазывать гелем, запекать, потому что сразу все скорее всего не получится, но будем идти постепенно. Здесь установим два входа для цепей, у нас с вами готово уже и очень хорошо подходят эти поднимаемые ворота, то есть мост этот подвесной, да, и у нас изготовлены все зубцы для башен, ну и последнее, что это два колесика для наших пушек. Которую мы тоже вот сюда и прилепим. Мы встретимся с вами после того, как это все будет готово, потому что процесс этот, в общем, вам известен и не будет так увлекателен. Ну вот, мы вытащили последний раз из печки. Все, что нам осталось, это прикрепить цепи здесь и вот здесь соединить, но пока я это делать не буду, потому что это будет мешаться при покраске. И вот как раз покраска это то, самое интересное, когда проявятся все наши текстуры, все наши усилия во всей красе будут здесь проявлены. Начнем мы, как всегда, берем коричневую краску. У меня она кончилась акриловая, поэтому приходится создавать самому. И вот здесь я покажу, каким образом я это делаю. То есть я наношу эту ржавчину очень, как бы, сухой кистью. Я не стараюсь красить, я постепенно, постепенно наношу такие мазки. То есть я делаю сейчас имитацию ржавчины, просто-напросто. И так как у нас кругом есть структура и текстура, то это будет довольно-таки легко. Если вы где-то задели, убирайте пальцами, если много лишнего. И так пройдитесь по всем нашим выступающим и не выступающим поверхностям, чтобы создался вот такой легкий налет ржавчины. После того, как мы покончили с ржавчиной, мы сейчас начнем проявлять, как бы, металл. Для этого мы возьмем серебряночку. Выдаем немножко на пенопласт. Пенопласт очень удобен тем, как откладка. Они очень хорошо вытирать, доводить до сухого. И вот, смотрите, я делаю теперь тоже небольшие мазки. Ни в коем случае не покрываю, а просто даю проявиться, как бы, металлу сквозь ржавчину. Мы знаем, что по краям у даже ржавого металла всегда видны какие-то бывшие блестящие части. И это очень хорошо проявляет всю структуру, текстуру. Но переусердствовать тоже не надо. То есть старайтесь, опять же, вот как здесь я делаю, просто проявлять легкими мазками, проявлять структуру металла. Вот, и так же по всей поверхности нашей башенки. Ну вот, давайте посмотрим, чего нам удалось добиться. То есть, вот, пожалуйста, уже башня это металл, почти в чистом виде металл. И, вы знаете, если вам по вкусу больше вот такой, без дальнейшей покраски, то тоже имеет место быть. Мне, допустим, нравится. Но еще больше мне нравится, когда она выглядит под старую медь. Ну, люблю этот цвет. Хотя, я сказал, что если у вас такой, допустим, интерьер где-то, что больше подходит, такое серо-чугунное, то можно оставить и так. А я тем временем возьму теперь медь. Это все акрилик, металл, очень хороший у него. Качество очень хорошее. И теперь, вы уже догадались, тоже протерев как следует кисть, начинаю наносить уже медную патину. Вот, посмотрите, на гербе сейчас будет очень хорошо заметно. Раз. И герб заиграл уже такой медной старой патиной. И стал похожей на медь. Ну, и в круговую, конечно. Вот, таким образом, получилась у нас старая медь. Вы спросите, а для чего же я приготовил еще и бронзу? Вы знаете, дело в том, что я иногда оставляю вот так, как есть. Это чисто медное исполнение. А иногда я наношу бронзы, как бы на некоторых местах, не везде. Такой блеск, так называемый, хайлайт. И смотрится тогда более интересно, на мой взгляд. Поэтому я сейчас возьму бронзу, нанесу ее здесь. И начну потихоньку, допустим, с того же самого герба. То есть, он много как бы этот цвет не дает, но он начинает подчеркивать выступающие части. А именно это мне и нужно. И я сейчас точно так же пройдусь по всей поверхности. Но уже гораздо-гораздо меньше буду использовать этой краски. Все у нас, в принципе, готово. Наша башня. Осталось соединить цепями подвесной мост. Это я сделаю очень просто. У меня есть такие колечки разные. И есть для этого инструмент, чтобы взять это кольцо, раздвинуть его и соединить здесь. То есть, в этом тоже ничего такого уж сложного нет. Сейчас сделаем. Итак, дорогие друзья, наконец мы закончили наш проект. Сторожевая башня-карандашница. И можем спокойно сюда помещать все, что мы хотим.